В эфире на Вести ФМ-103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Росгвардия и у микрофона Канила Макаева. В России существует праздник, называемый День Защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Этот праздничный день берет свои истоки еще в послереволюционный период, когда молодое российское государство только начинало свое становление. Позже, во времена существования Советского Союза, эта дата называлась Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Советское государство в 1991 году распалось. На памятный день продолжает свое существование и отмечается российскими людьми каждый год. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто помнит свою историю и является патриотом своей Родины. Отечественная история навсегда сохранила в памяти множество примеров, когда Россия объединялась с русским народом и вершила свое победоносное шествие. Поэтому появление праздника, отмечаемого 23 февраля, связано с историческими событиями. И эта дата стала важной и понятной для всего народа. В преддверии Дня Защитника Отечества у нас сегодня в студии настоящий патриот своей страны, не понаслышке знающий, каково это – защищать свою Родину. Участник Афганской войны и событий 1999 года, сотрудник Каспийского ОМОН Управления Росгвардии по Республике Дагестан, старший прапорщик полиции Гамзат Адилов. Гамзат Асмаилович, здравствуйте. Когда и как вы узнали, что вам предстоит дорога на войну в Афганистан? Это был 86-й год. Нас отсюда призывали с Махачкала, в Туркмении, в Туркменской эссе, город Ашхабар. Проходил мы учебку там, полгода проходил учебку, и потом уже мы знали, что нас отправит в Афганистан. Было ли страшно? Да, страшно, конечно, это же война. Страшно было. Ну, страшновато было, но потихоньку привыкли на это, потому что уже у нас, хочешь, не хочешь, другого выхода не было, по-любому надо было служить. Сейчас многих интересует вопрос, а тогда можно ли было отказаться? Нет, нет, отказаться никак невозможно было, потому что во время эссеев такого не было, отказаться. Это считалось трусом. Тем более, наши дагестанские ребят, они отправляли первыми. Нас ждали офицеры, и все спрашивали, когда наши молодые, когда приезжали туда, сразу дагестанцы забирали себе, потому что наши дагестанцы очень храбрые люди, они знали все это. Насколько известно, местные жители встретили немного с недоверием. Но они не доверяли нас, потому что они не любили, они не хотели, чтобы мы там служили. Разные люди, там был душман, отдельный народ, местные царандольцы, их милиционеры, а эти люди нас поддерживали. Боевое крещение ваше первое, как это вообще было? Первое крещение у меня было первый раз, как раз, мы, короче, нас отправили в пакистанскую границу, я служил в Каннагаре. Это граница с Пакистаном. Мы ждали там караван, боеприпасы возили из Пакистана, Афганистана. Не только боеприпасы, там разные продукты, водители. И там встречали первый бой с этим караваном. Были у вас ранения? Нет, у меня ранения ничего не было. У меня единственное, я заболел там желтухой, там воды грязь, туда жара, 55-60 градусов жара. Но основные солдаты болели в ротике. Там были, которые вот с нами, ребята, которые ранения получили, там и погибшие были. Сколько вы пробыли в Афганистане, вот когда вы уже вернулись на Родину? На Родину я возвращался в 88-м году, в ноябре. Я призывался в 86-м году, тоже в ноябре. Приехали мы в Баку, оттуда нас 2-3 недели там в Баку оставили, потом, как раз, когда мы приехали, там азербайджанцы, армяне еще воевали. Три недели еще бросили границу туда. С одного конфликта вы попали в другой конфликт? Да, три недели там были, потом уже Дембеля пошли, что полтора месяца мы лично отслужили, потом нас Дембеля отправили домой. Говоря о событиях того времени, есть ли какие-либо художественные фильмы, которые наиболее правдоподобно, на ваш взгляд, отражают события? Фильмы, которые сейчас показывают по телевизору, например, «Девятая рота», другие там, «Караван», разные фильмы показывают. Но этот фильм чуть-чуть есть, то, что там, но «Девятая рота» они снимают, такого там не было. Они близко в Афганистане были, до Таджикской границы они снимали эти фильмы. Как сложилась дальнейшая ваша служба о событиях 1999 года? Когда я приехал из Афганистана, я работал в кирпичном заводе, где-то 4-5 лет там работал, квартиру получил, я оттуда ушел, уволился, по собственному желанию. Я не знал, уже почти полгода я без работы сидел, потом наш полковник, герой России Загид, основной, вот он мне сказал, чтобы хочет устроиться туда на работу, специальный батальон был. Как раз в 99-м году открыли, создали это. И вот я в 98-м году, мне приказывалось, что 10-е ноября бойцом спецбатальону. Потом я служил с Загидом, Загидом по одной батальону. Ну, получается, не успели вы вступить в службу, следующим через год опять попали в события. Да, я 4 месяца проходил в учебный центр здесь, в Махачкале. После этого нас бросили туда, в Цамадинский район. В 99-м году там мы первый бой взяли на себя. Потом где-то 25-30 дней мы были командировки там. Потом оттуда на снял, мы приехали к Шулаеву, к себе на базу. Потом через 3-4 дня начался Карамахинский залп. Карамахи, Чабармахи. И мы отправили туда, где-то месяц мы там были. Там тоже мы порядок навалили, прочески делали. Все, порядок создали, приехали. Но там, в Афганистане, вы были на чужой территории, здесь уже вы на своей территории. Конечно, здесь как-то не так было, конечно, здесь все свои. Здесь и война вообще другая была, а там другая война, а там здесь война, мы как воевали там. Единственное, здесь чуть-чуть беспредел был. Беспредел как, мы не знали, как, откуда стрелять, что стреляет, кто стреляет. После событий ваши награды, так же, вот я смотрю, у вас очень много наград, отдали орденов. Вот, за отворию награды я получил в Афганистане, который есть там от благоданного народа, 70 лет вооруженных сил есть, которые я получил там, в Афганистане. А здесь у меня было отличие общественного порядка после Карамахинской войны. И другие там, первые степени, вторые степени, воинские доблести мне дали в Афганистане. И там есть еще юбилейные медали разные. Вы как герой, как настоящий патриот, защитник Отечества. Продолжает ли кто-либо из близких служить и защищать это Отечество? Конечно, у меня племянник работает сейчас в Чечне. Сыны у меня растут, сейчас 14 лет ему. По-любому я его отправлю в армию, как положено. Мужчина должен служить. Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Настоящий мужчина должен в любой мере принимать. Настоящий мужчина должен храбрый, что любые проблемы должен он решить. Показать пример молодым поколениям. Как положено, да, мужчина должен как мужчина остаться. Наверняка на каких-либо мероприятиях вас спрашивают, задают вопрос молодое поколение. Вот что вы им советуете? Ну, вот в таких мероприятиях я бываю. Вот в прошлом году тоже я в 15 февраля был в тарках, в школе там. Мы советуем детям, чтобы они слушали, чтобы учились, чтобы спортом занимались, чтобы родители слушали. Главное, чтобы спортом занимались и нормальный, здоровый образ жизни привели. Какие вопросы они вам задают обычно? В первую очередь, как Афганистану было страшно. Как вот там кого-то убили, кого-то там ранили. Вот такие детские вопросы, да. В связи с этим такой вопрос. Что изменилось в вас после всех этих событий, после событий в Афганистане? После салюты Афганистана у меня жизнь изменилась. Увидел, да, что такое жизнь. Когда 18-летний пацан поехал там, то, что я увидел, но это уже в лучшем стороне у меня изменился. Человек как будто у нас изменился вообще свой, все это, да, как положено, как детский, это у меня уже не осталось. Сейчас снова говорит о патриотизме. Как вы считаете, что все-таки необходимо, чтобы прививать этот патриотизм? Конечно, сейчас молодежь, вообще непонятно, какая молодежь, хотя сейчас нет. Потому что молодым, да, например, я вижу, вот мои соседи есть, дети, взрослые, мальчики. Некоторые есть, которые хорошо воспитывают, хорошие ребята, послушатели. Например, вы видите, как, например, вот сижу на маршрутке, раньше наши деды, кто-нибудь взрослый человек, женщина, заходи, мы вставали вместе, уступали. А сейчас такого нет. Я хочу сказать, чтобы нашим молодым поколениям, вот которые, чтобы они помогли взрослым соседям или кто-то там нуждается чем-то. Как вы отмечаете День защитника Отечества? День защитника Отечества мы собираемся, у нас, что в Ватсапе у нас своя группа есть, афганцы, другие ребята, которые отсюда, с Афганом, которые ушли на пенсию. Они созвонимся, встречаемся, рассказываем. Постоянно, каждый год, один раз по-любому мы увидимся. В завершении, как бы, все-таки несколько слов, опять-таки, молодежи. Молодежи, я в первую очередь хочу сказать, чтобы они занимались спортом, чтобы вовремя делали намазы, чтобы учили хорошо в школе. Главное, чтобы учиться в первую очередь, безобразованный человек, это трудно уже жить в наши времена. Чтобы они слушали старших, своих родителей, чтобы они специально для младших, чтобы они не обидели классы, школы, например, девушек. Слушали родителей, слушали старших и все остальное, как положено. Вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Опыт афганской войны помогли вам в карамахинских событиях? Приходилось ли вам делиться этим опытом с молодыми солдатами? Конечно, очень пригодилось, конечно. Вот, который мы в Карамахах, когда мы воевали, вот, со мной еще один афганец был, он тоже уволился, он там, ранили его там. В Аместе были, Халиков и Сабей. И всем ребятам подсказывали, как действовать, что делать, чтобы броники не сняли, чтобы каску не снимали. Автомат как держать, например, заряженный в виде, не заряженный в виде. Как действовать, когда обстреливают. Вот это все очень пригодилось, потому что мы и подсказывали нашим ребятам, которые с нами были там, большинство молодые ребята были. И они у нас спрашивали, короче, как положено. Очень пригодилось это. После этой войны, например, человек 15 было у нас в группе. Из 15 человек у нас почти что все молодые были. Один офицер был, офицер старший лейтенант, он тоже очень опытный. Он даже спрашивал у нас, что надо делать назад, как надо действовать, какие ракетницы надо пускать, пока огонь открывает, когда отходишь назад. Вот это все, помогли ребятам. Да, Владимир Петрович, вы сказали, что вы встречаетесь в преддверии Дня защитника Отечества с войнами, афганцами, с которыми служили. Только в этот день или вообще в течение года вы встречаетесь? Нет, в течение года встречаемся. Мы друг друга звоним, мы постоянно встречаемся. Хотя мы один раз по-любому видимся. Потому что у нас... Сохранились такие дружеские отношения? Да, потому что три группы есть. Боевообразство есть, воинов-интернационалистов и еще одна группа. Там уже одна группа, даже с российскими этим, по всему России. И даже оттуда с нами общаются ребята. Приезжают они летом, афганцы. Мы их принимаем, как положено, на море, квартиру ищем, к себе принимаем у нас. Их отправляем, как положено. И Юрий должен приехать с Пензенской области. Сейчас уже они готовятся, с себя приехать, сейчас летом. Так что у нас все под конференцией держимся. Гамзата Смейлович, я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. И поблагодарить за ваш патриотизм и любовь к своей Родине. Господа офицеры, по натянутым нервам, Я аккордами веру, эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, Свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, Свою честь не изгадит, Кто карьеры не делал От солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевшим, Возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, Ваше сердце под прицелом За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, Пусть свобода вас сияет, Заставляя в унисон звучать в сердцах. Господа офицеры, Как сберечь вашу веру? На разрытых могилах Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, Не смогли уберечь их? И теперь они вечно В глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, Растворяясь в закатах, Позвала их Россия, Как бывало не раз. И опять вы уходите, Может, прямо на небо И откуда-то сверху Прощаете нас? Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо И откуда-то сверху Прощаете нас? Напомню, В эфире была Росгвардия. Данный эфир мы приурочили К Дню Защитника Отечества. Для вас работали Камила Макаева И звукорежиссер Мамин Натальева. Всего доброго. До свидания. До свидания.